Экономика Беларуси успешно справилась с внешним давлением и легко заместила потерянные рынки сбыта. Такая активность стала следствием адаптации бизнеса на фоне расширения внутреннего спроса и позитивной динамики в промышленности. Эксперты прогнозируют темпы экономического роста в 2023 к отметке в 4%. В республике продолжает распространяться кори. С начала выявлено 160 подтвержденных случаев. По сообщению Минздрава ситуация с заболеваемостью под контролем. Чаще всего болеют дети без определенной прививки. Из общего числа 75%. Основные регионы Брестская, Гомельская и Минская области, а также сама столица. На площади Ленина изменилась организация дорожного движения. В связи с праздничными гуляниями перекрыли сквозной проезд Попушкина и Максима Горького. Ограничение будет действовать по 14 января. ГАИ призывает водителей отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут. Завтра в Бобруйске пройдет театрализованное шествие. В 16 часов на социалистической возле театра имени Дунина Марцинкевича волшебные персонажи Деды Морозы и Снегурочки будут ждать жителей, чтобы вместе пройтись по улицам города. В конце пути на площади Ленина в 17.15 в торжественной обстановке зажгут огни на главной елке. Хоккеисты Динамо Шинника выиграли третий матч подряд в МХЛ. Спортсмены одержали победу в гостевом поединке регулярного чемпионата со счетом 2-0. Этот успех стал для команды пятым в семи последних встречах. Завтра их ожидает еще одна игра с сахалинскими акулами. Она станет заключительной выездной в уходящем году.